Зовёмся за слог поэтами и тонких материй ради, Поэмами и сонетами, исписываем тетради. Я помню заря, олела, земля занялась расцветом пришливой, Такой несмелой, с покрытым росой букетом. В детстве мне, признаться, доставалось, Скорее всего, за личный суверенитет. Надо было становиться сильным. Псковская тетрадь Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Дина Добрешута. На календаре вторник, и мы с вами вновь встретились полистать псковскую тетрадь. Сегодня мы снова обратимся к стихам известного музыканта, композитора, заслуженного работника культуры Российской Федерации и заслуженного деятеля искусств Карелии Николая Мишукова. В разговоре о его жизни и творчестве нельзя не вспомнить о встречах в гостиной у Михалыча. Здесь знакомились с интересными людьми, в том числе и с одаренными детьми. На одной из таких встреч псковичи познакомились с мальчиком Борей Федотовым. Сегодня Борис – профессиональный композитор, окончил Российскую академию музыки имени Гнесинах, живет в Пскове и уже вписал себя в историю нашего региона. Борис Федотов – автор музыки гимна Псковской области. Николай Мишуков тесно связан с проведением певческих праздников на Псковской земле, столице нашего региона, родина первого певческого праздника России. Начиная с 1976 года в Пскове через каждые пять лет проходили хоровые праздники. За год до столетнего юбилея праздника Николай Мишуков направил открытое письмо губернатору Андрею Турчаку о том, что нужно отметить это культурно-историческое событие. Идея была поддержана. Грандиозный хоровой праздник был проведен в Пскове в год столетнего юбилея в 2011 году. А сейчас в нашем эфире звучат стихи Николая Мишукова. Читает автор. Когда тебя обидит друг, его отвергнуть не спеши ты, Другого не отыщешь вдруг, сердца других другим открыты. Когда она словам твоим, не веря, скажет, врешь бесстыдно, Ты в сердце боли не таи и не сердись, хоть и обидно. Но вот когда хвала и лесть из уст рекой в твой адрес льется, Остерегайся. Тут и есть беда, что подлостью зовется. Я чистоплюем не слову и не вылизываю стены, Но дом, в котором я живу, давно не слушает Шопена. Ста тридцати квартирный дом погряз, как вся Россия в мате. И кажется, что мы живем слепой обоймой в автомате, Что бьет на вылет в грудь мою, в моих детей, в мечты и веру. Я одинок в таком бою и гибну, вызванный к барьеру. Хотите, я скажу вам по секрету? Я не поэт и не был никогда поэтом. Но для меня порой слова, рожденные нежданно, Мой сотрясают мозг, как будто все чебранные, Истерзанные, израненные, избитые, Встаю и падаю, и некогда забытые, Перешагнувшись через тяжкий век, Вдруг понимаю смысл предназначения И втрепет прихожу от восхищения. Я человек! Я человек! Я человек! Хотите, я скажу вам по секрету? Я даже не люблю себя за это. Минуты, дни, а может быть и годы Терзают грудь мою, и словно под погоду Спрессованные в нескольких строках, Они пульсируют в натруженных висках, То ускоряют, то замедлят бег, Твердя безумолку мне словно в назидание И о любви, и о мечте, и о страдания. Ты человек! Ты человек! Ты человек! Твори же, человек! Не только ешь и пей, Смотри на небо, на луну, на звезды, Как ласточки, покинувшие гнезда, Ты о прошедшем никогда не сожалей. Но и забвенье о нем подобно смерти, Как непрочитанная исповедь в конверте. И я мечусь меж призраком и словом, Любовь и жизнь всегда воспеть готовы. Не витязь сказочный я, вышедший наврек, А просто человек. Я человек. Ну вот я хочу такое стихотворение прочитать. Не смейся над песней. Душевные струны мы с вами настроим, И сверим, как совесть сверяют в бою. Уходят солдаты, уходят герои, Но песни о них остаются в строю. Не смейся над песней, что в детстве мы пели, Орленка и щерца наотмашь не бей. Мы с ними сражались в пробитой шинели Во имя великих и светлых идей. Мы песню о родине гордой прямо Несли, словно знамя великой страны. Мы падали больно, вставали упрямо Под мощные звуки священной войны. Мы пели Катюшу, любовью согретой. Надежда звала нас в казахскую даль. Но лучшая песня еще не допета, И то наша боль и святая печаль. Не верю, что песни мы те позабудем, Рожденные в годы тревог и невзгод. И если поют их российские люди, То, значит, и совесть людская живет. А не пора ли угомониться, Присесть на лавочку в саду, С улыбкой всматриваться в лица Людей, живущих на ходу, Спешащих, шумных, неспокойных, Живущих в суете сует, Кричащих матом непристойным И приклинающих весь свет. Ну, мне-то что? Пусть суетятся. Смешно. Но что ж я не смеюсь? И начинает мне казаться, Что Бог наказывает Русь. Из века в век одним страданием На смену новые грядут, Тревожным горьким ожиданием Болеет наш российский люд. И в поисках счастливой доли Сын покидает край родной, Мотается, как ветер в поле, Не зная, где найти покой. Если край такой на свете, Чтоб заменил родимый кров, В чужом краю чужие дети, Как песни грустные без слов. Ну, как могло Россия статься, Быть и великой, и босой, Хвалясь бесчисленным богатством, Влочиться с нищенской судьбой? Ну, сейчас несколько стихотворений На тему времена года. Как радостно снег под ногами скрипит, Ковром расстилаясь блестящим, Неправда, что снежный зимою все спит И в речке, и в поле, и в чаще. Прислушайтесь, лес словно песню поет, И дышит о зиме и дружно, Плотва плавниками скребется, А лед увидится с солнцем ей нужно, Сосулик гирлянды звенят серебром, Голчата шумят на опушке, Журчит цепенея родник за бугром В прозрачной хрустальной избушке. Мы дома с любимой сидеть не смогли, Счастливее всех мы на свете, Помчались туда, где играет вдали Веселый задиристый ветер. В любви объяснился мороз весельчак С моею девчонкой бедовой, Румянцей ее одарил сгоряча, Как ухоль купец непучовый. Но я на морозец ничуть не сердит И к милой своей неревную. Неправда, что снежный зимою все спит, Зимой все поет и ликует. Ну, здравствуй, осень, здравствуй, дорогая, Опять ты хмуришься, опять дождишь, Ты думаешь, я не понимаю, о чем ты плачешь И о чем грустишь. Мне тоже жаль, что твой ковер цветастый Укроют белым пологом снега, Но ты грустишь, мне кажется, напрасно. Никто твоей красы не отвергал. Еще, пожалуй, не было поэта, Не воспевавшего осенней красоты. А кто похвастать может бабьим летом, Порой воспоминаний и мечты Со всех концов и по земным приметам, Как ошалелые примчатся снегири, Чтоб в ягодах рубинового цвета Гореть под ярким сполохом зари. Ты ж отдохни и наберись терпения, Впитай в себя снегов таинственный нектар, А после зимних дней отцепененья Вновь распалишь угаснувший пожар. Это посвящается памяти скрипичного мастера Амати. Амати вздыхал над последней скрипкой, Лаская ее словно женское тело, И вспомнил, как сердцем его овладела Святая Мадонна с прекрасной улыбкой. — Ты что же вздыхаешь? — спросил покупатель. — Или мало тебе я плачу за работу? Как будто услышав фальшивую ноту, Очнулся от грез величайший создатель. Ты видишь, какая красивая дева, Фигурка и шеи, кудряшки и локон, И я не могу отвести свое око От этой красавицы с нежным напевом. — Позволь, что за бред ты несешь непристойный? Ну, где ж ты увидел, скажи мне девицу? — О, как ты неправ! Я могу удивиться, насколько ты глуп и хвалы недостойный. Ты разве не носишь ее, как невесту, Взяв на руки, нежно к щеке прижимая, И разве не слышишь, как скрипка рыдает, То в ласковом лярга, то в бешенством преста? Не слышишь? Печально. Последние звуки. И я ухожу. Но она остается. Пускай же вздыхает, поет и смеется, И помнит мои заскоруслые руки. Я сегодня ночью согрешил, Как она была божественно красива. Я был полон юношеских сил И по-настоящему счастливым. А потом вдруг тошно стало мне. Черт-те знает, где всю ночь шатаюсь. Что же я скажу своей жене? Думал, думал, раз и просыпаюсь. Разговор с мудрецом О, старик, ты куда шагаешь? До вершины хватит ли сил? Все ли ты помнишь? И все ли ты знаешь? Мудреца человек спросил. Видишь, в горы уходит дорога, И крута она, и трудна. И сходил я их очень много, Но вершина в жизни одна. А потом он перекрестился, Прядь седая дрожит на ветру. Я не помню, когда родился, И не знаю, когда умру. Что такое любовь, мудрец? Это то, без чего человек не жилец. Да, но я-то живу не любя. Значит, ты не живешь, И мне жаль тебя. Скажи, мудрец, Вредно ли вино? И что подсказывает вера? Когда не пьешь, Вредно оно. Вредней, когда ты пьешь без меры. Еще про жену мне скажи, Не лукавя. Дело идет к разводу. В свою жену Черт дегтя добавил, В чужую жену мед. Ну, немножечко для улыбки. Ну, так, кстати, странички юмора. Засветились огоньки, Слышен скрип весла, По тропинке вдоль реки Вел старик осла. То и дело понукал, Шевеля вожжой. Ты чего, осел, устал? Я от тебя уже. А закатище пылал Прядью золотой. Бедный ослик завздыхал От красы такой. Ах ты, леший! Ах ты, плут! Заленился знать. У меня вот виться тут. Перестань вздыхать. От обидных слов таких Тот подумал вмиг. Кто ж осел из нас двоих? Я или старик? Снова авитаминоз. В палец щеки пухнет нос. Лейкоцит возрос в крови. Врач сказал, Не до любви. Витаминный дефицит. Вот и скачет лейкоцит. Все несчастья весной От любови лишь одной. Вместо поцелуев с Ниной Принимайте витамины. И лекарство мне назначил. Я же думаю иначе. Да моя подружка Нина Лучше всяких витаминов. Если вы хотите еще раз Послушать стихи Николая Мишукова В авторском исполнении, То сделать это можно На сайте ГТРК Псков В разделе Псковская тетрадь. На этом я, Дина Добрешут, И прощаюсь с вами. До новых литературных встреч. Проект выходит при поддержке Федерального агентства По делам молодежи Росмолодежь. Редактор субтитров А.Семкин